Инструменты для снятия ногтей. Для снятия гелевых ногтей необходимы инструменты, маникюрные кусачки или картер, грубая пилочка для ногтей, абразивность, грид 80-80, 80-100 или фрезер для маникюра. Для снятия с ногтевой пластиной акриловой массы понадобятся маникюрные кусачки для ногтей или катер, тип сорез, жидкость для удаления акрила или любое средство. На ацетоновой основе, ацетон, ватные спонжи, алюминиевая фольга, разрезанная на квадраты 8 на 8 см. Количество квадратов, 10 шатая пушер, апельсиновая палочка или флоссер. Как снимать гелевые ногти самостоятельно. Инструкция по снятию 1. Чтобы уменьшить площадь спиливания, ногти необходимо укоротить кусачками для ногтей или картером. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы гель не треснул и не травмировал естественную ногтевую пластину. Если слой геля достаточно толстый, предварительно спилите его до нужной толщины, как показано на схеме. 2. С помощью грубой пилочки с крупным зерном или фрезера для маникюра спилить гелевый материал с ногтя. Правила спиливания гелевого покрытия. Для пилки начинайте с левой руки, для правшей пилку, для ногтей зажимайте между средним и большим пальцем. Давление на пилку оказывается указательным пальцем. Защитите пальцы, соприкасающиеся с пилкой, лейкопластырем. Пальцы не будут скользить и травмироваться. Палец, с которого спиливается гель, придерживают или фиксируют, время от времени. В снятии геля нужно контролировать, чтобы не повредить естественную ногтевую пластину. 3. После снятия ногтей отшлифуйте ногтевую пластину бафом или пилочкой для полировки. Перед началом шлифования рекомендуется нанести на ноготь оливковое масло. 4. В конце процедуры рекомендуется покрыть ногти укрепляющим лаком. Как снять акриловые ногти без последствий? Инструкция по снятию способа. С помощью жидкости для снятия ногтя или средства на ацетоновой основе. 1. Удалить свободный край основы кусачками для ногтей или картером. 2. При наращивании акриловые накладки покрываются специальным составом, который нужно спилить, иначе он будет препятствовать размягчению. Основного материала в процессе снятия. 3. Наложите на каждый ноготь спонж, пропитанный жидкостью для удаления акрила или жидкостью для снятия лака на ацетоновой основе. Спонж можно обрезать по величине ногтя. 4. Закрепите спонж на ногтевых плотинах с помощью плотного обертывания фольгой. Это препятствует испарению жидкости, сохраняет тепло, необходимое для начала химической реакции. 5. Снимите фольгу со спонжами по истечении 30-40 минут. Если акрил продолжает держаться, повторите процедуру 10 минут. 6. Удалите остатки покрытия с помощью пушера или апельсиновой палочки. 7. Отполируйте ногти пилочкой-полировщиком или бафом. Нанесите лечебный лак. Способ 2. Спеливание акрилового слоя. Процесс эдентичен снятию гелевых ногтей. Способ 3. С помощью зубной нити, флоса. 1. Пушером или деревянной палочкой приподнимите весь нижний край акриловой пластины от кутикулы. 2. Под нижний край ногтя поденьте зубную нить. 3. Медленно и аккуратно продвигайте нить, одновременно чуть приподнимая акриловую пластину. 4. После снятия искусственного покрытия естественные ногтевые пластины шлифуются. Снятие ногтей. Советы и отзывы. Екатерина, 25 лет, Ростов-на-Дону подруга для снятия акрилового покрытия использует фольгу с уже зафиксированными квадратами-спонжами. Очень удобно. Анна, 30 лет, Москва на даче пришлось удалять гель самостоятельно. Процесс достаточно трудоемкий. Требует внимания, сил, терпения. Но все прошло хорошо. Если нет возможности попасть к мастеру, можно и потрудиться. Анастасия, 22 года. Павловский посад снимала ногти из акрила с помощью ацетоновой ванночки, по совету знакомой. Ужас! Резкий запах ацетона и пересушенная кожа рук. Следующий опыт был со спонжиками и фольгой. Просто и доступно. Главное, не забыть спилить верхнее покрытие с акрила. Слои сошли быстро, ногти в восстановлении практически не нуждались. Интересный способ с зубной ниткой, нужно попробовать. Продолжение следует...